Мы с вами находимся сейчас на очередной открытой лекции. Открытая лекция — это ежегодная дискуссионная программа «Школа дизайна», в рамках которой эксперты в области дизайна современного искусства и моды делятся опытом и своими рабочими совершениями. И тема этого сезона, который вот сейчас уже медленно подходит к концу, это мультидисциплинарность и объединение. И он посвящен актуальному софт-скиллу, междисциплинарности. И вообще, на самом деле, это все бред, он посвящен дружбе. Он посвящен дружбе и сотрудничеству. А что это такое? Мы все прекрасно знаем, что один в поле не воин. И вот ровно потому, что один в поле не воин, мы все собираемся, мы все общаемся, мы все ищем точки соприкосновения, из которых потом получаются очень крутые и очень интересные проекты. И вот этому, я думаю, посвящен наш сезон. Соответственно, хочется сказать, что следующая открытая лекция пройдет 30 ноября в этой же аудитории, 30 ноября здесь, в 19.00, будут выступать абсолютно потрясающие люди, медиахудожники Вадим Булгаков, Юлия Блюхер, Илья Лепешкин, Олег Паченко и Тенна Фадеева, которые расскажут про искусство нейросетей. Кто ничего не понимает в этом, но очень хочет, я думаю, что вам будет безумно интересно. Итак, еще пару слов про школу дизайна. Вы все прекрасно знаете, что мы ничего не делаем неосмысленно. А как мы осмысляем все? Мы все осмысляем через образовательные программы. И так как сегодня мы собрались по теме креативных индустрий, а креативная индустрия невозможна без таких вещей. Я думаю, что коллеги меня поддержат, как современное искусство или просто искусство. И креативный девелопмент, который является, наверное, тем новым направлением, которому стоит поучиться, чтобы потом делать такие классные проекты, как представители, которых сидят сейчас здесь. И, собственно, именно центр креативного девелопмента у нас открыл школу дизайна. И он занимается созданием и обновлением городских пространств, природных территорий, а также поиском баланса между экономической эффективностью и культурной значимостью. Ну, дизайн среды, я думаю, об этом даже рассказывать надо. Это наше очень известное и очень крутое направление, в рамку которой мы учимся формировать реальность вокруг современного человека, наших студентов. Так вот, замечательная школа дизайна. Я хочу, наверное, начать уже к креативным индустриям ближе. Специально, чтобы потом у вас работали перспективные, молодые, амбициозные сотрудники, мы открыли направление управления в креативных индустриях. Да, так, направление управления. Вот, где мы учим кураторов, арт-менеджеров и всех тех, кто может быть очень сильно вам полезен. Поэтому, дорогие друзья, присматривайтесь, пожалуйста, к молодым студентам. Они все ходят на ваши площадки и все очень активно участвуют. Кто у нас сегодня в гостях? Итак, Кристина, я не знаю, куда правильное ударение? Кристина Пестова, это куратор CTE «Фабрика». Дальше у нас сидит Дмитрий Барсенков, это генеральный директор кластера «Октава», очень классного тульского кластера, в котором лично мы делали выставку из коллекции Пьера Браша, куратора направления современного искусства здесь, в школе с дизайном. И сейчас у них идет очень интересная выставка, которая называется... Итак, Бейнале искусства будущего. Кто не успел сходить в МАМ, все быстро едем в ТУ. Там очень можно круто провести время и заодно зайти в кластер «Октава». Дальше у нас сидит великолепная и замечательная Сабина Чагина, арт-директор Центра современного искусства «Винзавод», основатель Бейнале уличного искусства «Артмосфера», которая, кстати, сейчас объявила Open Call. Поэтому все современные художники, которые меня сейчас смотрят, участвуйте, участвуйте, подавайте свои заявки, потому что это настоящее событие в мире современного искусства. И это не только про стрит-арт, если кто не понял, это про все. Так что подавайте обязательно свои заявки, участвуйте в Бейнале «Артмосфера». Дальше у нас сидит Дмитрий Маркин, креативный директор пространства «Суперметалл» и экс-директор фотостудии, но экс-директорами фотостудии не бывают, потому что сейчас на «Суперметалле» ребята открыли новую фотостудию, которая называется «Флоу». В процессе открытия новой фотостудии все смотрим за социальными сетями «Суперметалла», ходим на их мероприятия, потому что это абсолютно уникальное место. Я думаю, сейчас нам расскажут, в чем его секрет. И последний от меня, но не по важности, мой потрясающий коллега Олег Гончаров, продюсер территории, руководитель Центра аккреативного девелопмента, про который я тут успела вставить пару слов, школа дизайн УВШ, основатель дизайн-завода «Флакон», партнера девелопера парка Никола Ленивец. Ну, друзья, те, кто здесь собрались сейчас, это просто вау. Я считаю, надо ценить школу дизайна, то, что собирает таких важных людей здесь. Итак, давайте поговорим с вами о том, в чем вы разбираетесь лучше всех. Я вам предлагаю взять микрофоны, кому не хватит, я тому отдам свой. Так, мы пойдем, наверное, с моей левой руки, то первое слово возьмет человек на больной территории современного искусства, как я правильно, да, наверное, думаю. Это ЦИИ «Фабрика», и тогда, раз уж мы начали про современное искусство, оно всех нас так или иначе волнует. Я спрошу вообще, какое место современное искусство занимает сегодня в развитии креативных кластеров, и как не только вкладывать в это современное искусство, но еще получать какие-то профиты от создания этого контента, от продюсирования этого контента. И вообще, зачем нужно современное искусство сегодня креативным кластерам? Может, им хватит, чтобы у них сидели на территории, я не знаю, пять офисов, дизайнеров, арендовали их и какие-нибудь симпатичные диджитал-проекты делать? Зачем нужно современное искусство здесь? Так, какая я, молодец. Ну, стоит сказать, что без современного искусства креативный кластер, наверное, в принципе, сложно представить, поскольку, благодаря некоторым усилиям департаментов Российской Федерации, у креативного кластера и креативного сектора есть уже некоторые определения, и современное искусство в любом случае вписано в это определение. А что касается фабрики, ну, искусства, в принципе, а что касается фабрики, то она создавалась для того, чтобы дать площадку современным художникам, у которых на тот момент не было площадки для производства работ и площадки для показа собственных работ. Поэтому вся вот эта креативная среда, которая создалась за 17 лет существования, она как бы наросла вокруг современного искусства и вокруг мастерских, которые с 2005 года на фабрике не исчезали. Поэтому я думаю, что у современного искусства есть определенная даже задача какой-то аккумуляции креативных индустрий вокруг себя, ну, если так очень утрированно сказать. И, во-вторых, такое расширение, в принципе, понятия креативного производства, поскольку, когда фабрика создавалась, понятно, что вот такого термина устойчивого креативной индустрии на тот момент не существовало, потому что это 2005 год, и в подобной интерпретации никто на подобную среду не смотрел. Но, конечно, одно без другого существовать не может, и можно попытаться разделять вот эти две стези, художественную и чисто мануфактурную производственную, если мы говорим о креативных индустриях. Но, конечно, современное искусство является некоторым двигателем, что ли, или тем, что задает атмосферу для всего вот этого пространства, которое мы строим. И довольно часто резиденты, которые приходят на фабрику, они подчеркивают, что они приходят конкретно за определенной вот этой средой, за атмосферой, которая в том числе наросла благодаря присутствию художников, благодаря присутствию современного искусства на нашей территории. Спасибо большое. Да, это очень интересно. Вот в кластере «Октава» я уже упоминала, что мы делали у вас выставки, сейчас там была, уже закрылась, так понимаю, выставка моего друга Яна Посадского, который он курировал. Как вообще вы еще взаимодействуете с художником, и с кем помимо художников вы взаимодействуете? Какая у вас, так сказать, какая у вас команда? С кем вы дружите или хотите дружить? Какой план? Дима, расскажи, на какой план? Ты нас задавала вопросов, наверное, на час монолога. Не стоит нас так. Не буду я, не буду так нагло пользоваться твоей дружбой. В общем, у меня вопрос к аудитории. Кто хотя бы раз в пару месяцев бывает на выставках современного искусства? Ну, где-то половина, да? Половина бывает. Ну, вот, собственно, наверное, и ответ. То есть мы, я хочу продолжить слова моей коллеги, для чего вообще кластерам нужно современное искусство, и потом перейду к тому, что мы с этим делаем. Выставки современного искусства – это мощный магнит для публики. Зачем человеку ходить в кластер? Кластер вообще, по сути, это площадка, где сидят резиденты. И резиденты работают ежедневно, как-то взаимодействуют друг с другом, но широкой публике это не особо интересно, потому что не всегда можно увидеть, в отличие от фабрики, кстати, где работа все на виду, можно увидеть результаты этой работы. А выставки современного искусства каждый раз являются инфоповодом. То есть каждый раз открывая выставку, мы, во-первых, делаем вернисаж, мы на этот вернисаж приглашаем крутых чиновников, чиновники за собой проводят пул СМИ, мы сами работаем с инфопартнерами, и инфопартнеры об этом говорят, зовем блогеров и так далее. То есть мы тем самым рассказываем дополнительно как о выставке и о художниках, которые на нее представляют, так и о кластере. И таким образом привлекаем каждой новой выставкой новую аудиторию. Очень круто, что мы сейчас находимся здесь, и на этой сцене уже есть люди, с которыми Октава за последние полтора года поработала. Поработали с тобой и с Пьером Браше, показали выставку актуальных современных русских художников за последние 30 лет, которые сделали какие-то значимые работы. Поработали с Сабиной, сделали выставку «Открытый микрофон». Было такое шоу стендаперов на ТНТ «Открытый микрофон». Мы сделали тоже «Открытый микрофон», где предложили тульским художникам высказаться на заданную тему и сравнить их работы с именитыми московскими федеральными художниками. И таким образом привлекли аудиторию, которая интересует стрит-арт. Мы сотрудничаем с Центром современного искусства «Фабрика», входим вместе в «Союз критинокластеров», кстати, вместе с «Винзаводом». То есть еще и как-то привлекаем к себе ту аудиторию, которая как-то интересует кластеризацией вот этих всех заводских территорий, как прессмыслить, что с ними сделать интересное и так далее. То есть каждый раз вот эти выставочные проекты, если вернемся к искусству, они привлекают новую аудиторию. И то, о чем ты сказала, например, про Яна Посадского, это наша первая арт-резиденция. До этого такой практики у нас не было. Мы сделали open call, привлекли федеральных тоже художников, помогли им приехать, они подумали над тем, как они вообще видят тулу, что они думают по этому поводу, высказывались на ткани, на зеркалах, на пластике, на железках, на кусках каких-то станков. И каждый привлек с собой тоже аудиторию. То есть я как бы циничный человек, я не занимаюсь искусством, я не искусствовед и не куратор, и не художник. Я менеджер из культурной области. И моя задача сделать так, чтобы в кластеры приходили люди. И вот в данном случае для меня цинично современное искусство решает задачу привлечения трафика. И, кстати, помимо того, что это публика, регулярная публика, те, кому искусство нравится, художники нравятся, это еще и партнеры и спонсоры, это еще и, опять же, я уже говорил про органы власти, которые, можно к ним по-разному относиться, но они могут сильно помогать развитию кластера. Поэтому если мы говорим о том, что кластер показывает актуальное современное искусство, значит, кластер в топе, он на пике, он в повестке, он понимает, куда развивается вообще культура. И он становится интересным. Если он изучает исключительно прошлое, это специализированный такой интерес, а современное искусство – это будущее. Поэтому мы привлекаем за этот счет себе, аудиторию. Спасибо большое за очень честный, искренний ответ. Сабина, ну, к вам вопрос вообще, я думаю, никаких быть не может. На территории винзавода находятся, наверное, самые топовые московские галереи, и уже очень давно они там находятся, сменяются, там, не знаю, поколение художников, не меняются владельцы, слава богу, но вы сотрудничаете с современным искусством постоянно. Но не только же внутри винзавода, еще и кто-то есть извне? Ну, в общем-то, да, винзавод открывался как центр современного искусства, и до сих пор так и называется. И, конечно, основной наш фокус – это искусство современное. И все эти годы, нам в этом году, кстати, 15 лет. Спасибо. Все эти годы основная миссия – это поддержка и развитие современного искусства, но важный момент, что эта поддержка и развитие, она происходила и происходит через сообщество. То есть для нас на данный момент не является целью, может быть, даже в большей степени наша какая-то выставочная программа, сколько программы, которые нацелены на поддержку художников, на поддержку кураторов. Я сейчас даже, наверное, не буду перечислять их огромное количество. Это и открытые студии, проект, где работают художники, и зрители могут прийти посмотреть, как они работают. Это и мастерские, которые мы спонтанно открыли в марте этого года. У нас просто стояло помещение, и мы подумали, что сейчас наступил такой момент, когда художников нужно вытащить из какой-то такой состояния апатии и предложить им стать резидентом каворкинга, именно каворкинга, а не отдельных таких мастерских. И этот проект с успехом развивается. Сейчас у нас 20 художников находятся в этих мастерских, и плюс еще 10 художников в открытых студиях. Ну и ряд проектов, которые поддерживают сообщество. Это Win-Win Market современного искусства, где художники могут продавать сами свое искусство и вообще пробовать, что такое арт-рынок, видеть своего покупателя, покупателя своего творчества, не знаю, даже как-то определять, может быть, стоимость своих работ, что не так легко. Ну и, конечно, то, что касается уличного искусства, эта работа, она изначально велась винзаводом. Винзавод открывался с большого граффити-джема в 2006 году, когда весь винзавод был раскрашен. И так интересно, что я впервые как раз оказалась тогда на винзаводе. Меня очень впечатлило именно сообщество художественное, вот граффити, стрит-арт. И моя деятельность профессиональная, как куратор в области уличного искусства, началась тогда. И сейчас, вернувшись на винзавод, как в то место, которое стало когда-то для меня вдохновением, я продолжаю программу по уличному искусству. И мы буквально неделю назад открыли наш такой уличный выставочный проект «Нет стен». Это забор вдоль железнодорожных путей, когда вы идете в сторону винзавода и арт-плея от метро. Такая была стена 50 оттенков серого. Мы в апреле открыли первую выставку и решили, что мы будем менять экспозицию раз в полгода, давая возможность художникам показывать свои работы в публичном пространстве. Вот буквально неделю назад мы открыли новый слой. Приходите посмотреть. Ну и, конечно, то, что ты сказала. Спасибо за анонс. Мы сегодня продлили прием заявок на Биеннале уличного искусства «Артмосфера». Это уже четвертая по счету Биеннале. И, собственно, проект, с которым я пришла на винзавод. И он в этот раз будет проходить. Она состоится весной 2023 года. И в этот раз мы ее решили сделать в городе. Потому что все эти годы до мы ее делали в формате коллективной выставки в пространстве. И это был странный такой экспириенс художникам с улиц предложить создавать работы галерейные и музейные. Но мы добились своей цели. Нам просто хотелось достучаться до артсообщества и показать им определенный срез художников и показать, какие художники еще есть, которые не числятся в этом сообществе. Сейчас мы снова возвращаемся в город. И все работы можно будет посмотреть вокруг винзавода. Такое место, которое называется «Артквартал». И я очень надеюсь, что он будет развиваться. Вот, может, с соседями вместе как-то мы объединимся и будем прокачивать район. Спасибо. Это отличная мысль. А про соседей. Следующий изначается у нас представитель критивных индустрий, которые еще не настолько вплотную связаны с искусством. Потому что я знаю, что на «Суперметалле» были резиденции художественные. И сейчас даже там идет небольшая выставка. И вы готовы взаимодействовать с искусством. Но если не с искусством, то с кем и с чем еще? И от чего вот этого территориального партнерства рождаются большие проекты? Рядом с вами очень много мест силы. Как вы это используете? Слушайте, ну вообще очень стоит начать с того, что «Суперметалл» — это частный проект. Так же, как «Хлебзавод» работает. «Хлебзавод», «Флакон», «Суперметалл». Наша основная задача, мы как девелоперы, которые занимаются ревитализацией, это не только сдавать помещения в аренду, но и продавать их. И, казалось бы, при чем тут искусство? Но когда к тебе приходит потенциальный клиент, значит, он смотрит на две вещи. Для того, чтобы принять решение о вложении своих инвестиций в готовый арендный бизнес. Первое, он смотрит на условия, как бы что очевидно. И второе, что сейчас немаловажно, и почему все наши проекты достаточно быстро, успешно реализуются, то, что мы делаем очень большой упор на концепцию и среду. Я соглашусь с Дмитрием, что, значит, ребята из сферы искусства, галереи, выставки, художники, находясь на площадке, они создают дополнительный интерес со стороны аудитории. И вот обычный пример. Значит, в октябре у нас немножечко подопустило наше лобби прекрасное, и когда приходили, значит, в гости к нам наши инвесторы потенциальные, ну, в пятницу вечером было как-то грустно. То есть, когда мы приходили летом, там, тусовки, все работает, все живет, совершенно другой вайп. И мы тогда поняли, что зачем, как бы, месту просто так пропадать, и решили звать проекты сами. Значит, это ребята из сферы мультимедиа, из сферы искусства, из сферы архитектуры. И самое прикольное, что мы цепляли тех, не только кто нам нравился, как с точки зрения проекта и продукта, но и те, кто уже как-то были знакомы с теми резидентами, кто у нас уже сидит. Это получался прикольный мэч, потому что они настолько быстро интегрировались и начинали генерить сами какую-то событий, что как бы быстро там в течение месяца создало опять эффект вот этого, значит, кипящей жизни внутри. И на самом деле я немножечко грущу по той причине, потому что у нас, несмотря на, значит, прекрасный дизайн-код пространства и вот эту всю событийку, значит, особенно летнюю, у нас недостаточно, значит, пространства для экспозиции. Вот, потому что вот пока мы, единственное, что можем, да, мы привлекаем художников, типа Бергера, Тита, значит, Втолт, у нас с галереей «Спасибо, если сидел», значит, наши маленькие капсулы, и они делают небольшие там поп-апы на две недели, там, может быть, максимум месяц. Мы тоже понимаем, что это классно, это как раз одно из тех, один из тех инструментов, который позволяет к нам привлекать внимание только клиентов, да, но и СМИ, и, значит, органов государственной власти. Опять же, нам сейчас собираются присваивать статус креативного кластера, вот, и разного рода спонсоров и партнеров, которые мы привлекаем также в других проектах. Поэтому в целом, значит, если смотреть на наш подход, мы пытаемся как-то полноценно разобраться в рынках креативных индустрий, из кого он состоит, кто из этих представителей является нашими резидентами и потенциальными партнерами, и выставить с ними какую-то долгосрочную коммуникацию. Я бы два момента затронул. Ну, вообще, то, что вот я делаю, или то, что мы делаем, наверное, оно находится в каком-то всегда стартовом, значит, режиме, когда ты соединяешь какую-то задачу, связанную с территорией, с деньгами, которые должны в эту территорию пойти, и, значит, с каким-то содержанием, да. И в этом смысле, если говорить про искусство, про сообщество, про, как бы, вот наполнение этой территории, это всегда умение создать какую-то такую вот междисциплинарную, пусть она не ладна, это слово, команду. Ну, просто, по сути, круг разных людей с компетенциями, да, и с продюсерскими, значит, кураторскими, управленческими, то, что все коллеги здесь делают, да. И вот здесь вот важный момент, с которым мы столкнулись, и мы в свое время такие образовательные программы запускали еще давным-давно, 10 лет назад, и почему мы как-то сделали вот тоже ЦКД со школы дизайна, и сейчас обсуждаем еще и с большой вышкой, с университетом, с факультетом креативных индустрий, ну, надо продюсеров и управленцев территории, которые понимают важность, значит, использования креативных индустрий, важность умения создания таких команд, таких концептов, ну, не просто в теории, а на практике, вот, поэтому мы такую программу тоже вот, наконец-то, я думаю, что полгода ушло, чтобы как-то осознать, что с ней сделать, и мы, я думаю, что вот ее готовы в следующем году запустить, ну, то есть таких же, как мы, растить и учить на достаточно практических кейсах, да, кейсов бесконечное количество, наверное, мы выберем какие-то, ну, наиболее денежные, вот, ну, как бы, те, кто готов платить, да, и отправлять своих людей, да, вот, это, как бы, первая вещь, то есть я бы сказал, что здесь, как бы, вот, тема связана с образованием и как раз, значит, возможностью, чтобы люди могли расти, развиваться в практических проектах, ее как-то хочется, ну, со своим вектором, с тем, как мы это умеем или, там, умели, и продолжаем делать ее, как бы, с этим фокусом реализовать, вот, поэтому в данном случае я бы, вот, как бы, образование поставил, именно, как бы, практическое образование, как такую доминанту, которая, ну, не просто говорить, не просто свой опыт транслировать, да, а, ну, реально, так сказать, людей, помогать людям образовываться и расти. Вот это важный момент, значит, отвечая про, вообще, вот, изначальный вопрос про современное искусство, конечно, всегда в тех проектах, которые делались и сейчас запускаются, важность видеть, как бы, будущее этой территории, этой среды, этих, значит, этого наполнения, да, программы территории, вообще бренда территории, да, естественно, там, художники, кураторы и продюсеры современного искусства занимают великую важную роль, просто потому, что они быстрее видят, куда видят этот образ, смогут этот образ создать, могут его воплощать, вот, и воплощать его можно в проектах, в событиях, в фестивалях, в пространствах отдельных, целых, да, такие штуки мы сейчас затеваем, вот, в том числе, там, с городом Москвой, как один из, там, кейсов больших, вот, и как раз вот перехожу к вопросу про креативные кластеры, определились ли там, осознали, ну, такой процесс, мне кажется, с двухсторонним движением происходит, вот, то есть, с одной стороны, идет процесс в том, чтобы, ну, если говорить даже про город Москву, да, в частности, чтобы появлялись новые, такие большие междисциплинарные кластеры, потому что территории есть, понимание, что они должны развиваться в этом контексте есть, понимание моделей, что модели развития этих территорий должны включать в себя определенное льготирование, определенную политику и вообще создание, как бы, определенных платформ, которые сегодня уже, сегодня современный, ну, давайте скажем, завтра, наверное, современный креативный кластер, это все-таки больше не про недвижимость, в чистом виде, не про арендный бизнес на этой недвижимость, это само собой, вот, это все-таки больше про, как бы, платформу взаимодействия резидентов, win-win платформу, если говорить от лица, там, каких-то властных, что называется, учреждений, да, то перед ними стоит задача, вот, определить, не просто статусы присваивать, да, да, которые там дают определенную льготу, условно говоря, там, владельцам этой недвижимости или управляющим этим недвижимости, а все-таки попробовать те меры поддержки, которые город или, там, федерация может оказывать, структурировать, систематизировать и сделать внятный, понятный интерфейс для разных типов, давайте скажем, там, резидентов, да, есть резиденты крупные, которые, как бы, какую-то привносят с собой понятную систему доминанту, есть резиденты средние, кстати говоря, наиболее интересный, такой средний, малый и средний бизнес, наиболее интересная категория, потому что она уже многое умеет и, как бы, она хочет расти, да, и для нее, как бы, вот, нахождение в этом кластере, это определенный, как бы, рост, определенный рынок, да, и понятно, что есть категория, ну, там, слома говоря, самозанятых фрилансеров, да, которые составляют гигантский пласт, те, кто создают эту жизнь и эту живительную, как бы, влагу в креативном кластере, с ними, как всегда, немножко всегда государству сложновато, да, но как раз, вот, управленческие модели кластеров и должны решать эту задачу, как бы, да, об этом там уже 3-4 года говорится, многое делается, но мне кажется, здесь просто практика, практика, это надо просто нарабатывать каждый на своем, ну, в силу своего проекта, которым он занимается, да, я думаю, что мы достаточно близки к тому, чтобы перейти на следующий уровень создания креативных кластеров, то есть, скажем, вот эти 10-летка или там 15-летка, которая прошла со всеми примерами, которые мы все знаем, я думаю, что мы попробуем приложить руку к тому, чтобы начали появляться креативные кластеры, все-таки, где доминанты стоит, ну, скажем, полезный продукт не с точки зрения территории, только не с точки зрения недвижимости, доход, да, а доход, как бы, от дополнительных сервисов, от стартапов, от проектов, и вообще так, если вот совсем прям упрощенно сказать, то мне кажется, что хороший креативный кластер, это где баланс между доходами от территории, которые она дает, да, и каких-то понятных всем сервисов, и баланс между доходами, связанными с новыми проектами, значит, со стартапами, с ростом малого и среднего предпринимательства, в основном, там, 50-50, в доходах этого кластера, и вот эта модель, которой, на мой взгляд, надо стремиться. Сейчас, я думаю, что, ну, так объективно говоря, всегда, конечно, этот перекос, сейчас это отношение, там, не знаю, один к девяти, или там 95%, так сказать, вот все занимаются территориями, доходами от нее, да, там 5% это что-то, так сказать, там, вот, а вот модель, при которой, вот эти 5% превращаются в 50, это вот, на самом деле, цель, мне кажется, следующей десятилетки, вот, и тот, кто сумеет это сделать, какие-то первые, серьезные, внятные, новые проекты, или старые проекты, ну, как бы, текущие в себе, отрастят, как бы, вот эту компетенцию, ну, такую продюсерскую, управленческую, бизнесовую компетенцию, да, то есть научиться зарабатывать не только, как бы, вот на территории, вот это, как бы, такой челлендж, который, ну, в котором мы сейчас в каком-то виде участвуем на разных проектах. И всем он предстоит, здесь присутствующему. Но у всех абсолютно разные экономические модели, и не все проекты, они приносят, наверное, тот доход, который приносит, я не знаю, аренда помещений, например, вот, на что живет фабрика. Откуда вы берете для обеспечения все ваши кратин деятельности деньги? У нас прекрасная модель, которая называется, называется она в общем, называется она так всегда «Амбрелла», когда у нас общий котел от аренды, в общем, делится на разные нужды, которые стоят перед фабрикой. Техническое обслуживание помещения, это зарплаты, это программа поддержки художников и, соответственно, всяческие налоги, которые платятся со здания, с территории. И я так понимаю, что конкретно вот эта модель и, в принципе, позволяла как бы фабрике выживать все это время, поскольку у нас никогда не было дополнительных источников финансирования, это всегда была самоокупаемость такая, более или менее. И, соответственно, благодаря вот этой модели мы могли оставлять наши выставочные проекты абсолютно бесплатными и относительно, ну, как бы никогда не вмешиваться вот в эту внутреннюю политику, как центр живет и как он развивается. Отчасти поэтому у нас очень небольшой трафик. К нам люди ходят исключительно по работе для того, чтобы приходить в мастерские, в офисы или куда-то еще на производство, либо на открытие выставок, которые у нас происходят теперь чуть-чуть пореже, не как раньше, раз в месяц четыре выставки открываются. А сейчас это раз в два-три месяца мы делаем большой проект, привлекаем, опять же, к разговору про сообщество, то самое сообщество, которое связано с креативом или современным искусством. Потом идет вот этот процесс работы все остальное время. Люди к нам, во-первых, к нам не так легко дойти, не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь был на фабрике, туда... Ну вот, уже много людей. Просто мы находимся на второй линии. От метро Бауманская нужно идти 15 минут пешком через третье транспортное кольцо. То есть нужно очень захотеть, чтобы дойти до фабрики. Поэтому... А для вас это важно вообще, чтобы к вам хотели прийти? То есть что вы делаете для того, чтобы люди к вам приходили? Трафик сам, он для людей, он важен для вас? Тут же опять возвращаемся к разговору про сообщество. У нас подобралось такое прекрасное количество резидентов, которым тревожно, когда у нас много людей. То есть они как бы любят... Ну нет, им нравится, когда их рабочее помещение и когда их рабочая территория остается максимально рабочей. Когда они могут... когда они знают, что вот у них там по соседству сидят театралы или клоуны, и они такие же мирные, спокойные, как и они. То есть им важно, конечно, внутреннее общение и какая-то коммуникация внутри центра, но пока что, я думаю, резидентов, которые вот так открыто хотели бы чуть побольше трафика, их меньшинство. И мы пока закрываем это такими большими мероприятиями, как там ярмарки и что-то подобное. Я увидела какую-то очень сложную презентацию просто на заднем фоне, наверное. Подготовил домашнее задание, да, Дима? Что-то. Нет, там три... История успеха кластера октавы. Это, мягко говоря, не первый слайд, который можно было бы показать. Так, то есть импровизация все-таки, а не домашняя. Не заготовки, ну ладно. Во-первых, хотел сказать, что полностью поддерживаю Олега. Несмотря на то, что я в области креативных кластеров работаю не так долго, всего полтора года, до этого я занимался развитием музея русском прессионизма в Москве, мне кажется, что Олег обозначил достаточно, ну, наверное, ключевой вопрос, связанный с развитием креативных кластеров, то, что мы сейчас креативными кластерами создаем рынок, по сути. Его пока в понятном, устоявшемся виде нет. Разные площадки используют совершенно разные форматы. Формат максимума дохода от резидентов, от арендаторов, формат полностью дотационной площадки, как, например, ну вот не знаю, можно ли называть креативным кластером ГАС-2. Наверное, в явном виде точно нет. Но при этом вот эта вот мультиформатность, которую исповедуют сейчас практически все креативные площадки, будь то винзавод, фабрика, разные музеи, или кластер Октава в Туле показывают то, что, ну, в общем, у всех абсолютно разные мысли по этому поводу в голове. И люди расставляют разные акценты. Вот хотят просто пару слов рассказать и показать о том, что из себя представляет неработающий кликер. Малыш, вот как ты работаешь? Да, супер. В общем, кто не был в Октаве, а кто был в Октаве, поднимите руку. Это почти 10 человек. Да, да, неплохо, очень хорошо. В общем, это большое пространство, 10 тысяч квадратных метров, где есть и музей, и студия звукозаписи, и школа с лицензией, что достаточно редко для креативных кластеров. И арендные пространства, и даже библиотека. Вот на чем точно не заработаешь, так это на библиотеке. Скажу вам точно. И тут вопрос в том, ради чего создается креативный кластер. Вот существуют девелоперы-собственники, которые ставят свои задачи зарабатывания денег на площадке, и тогда модель работы кластер будет одна. Выбор арендаторов, резидентов, работа с этими резидентами, необходимость в дополнительном трафике. Может быть, вообще трафик не нужно, достаточно зарабатывать на резидентах, и это ок, абсолютно. Кому-то, может быть, это нормально, но не всем. В данном случае Октава не ставит задачи заработать деньги на этом проекте, потому что в таком случае выгоднее было бы открыть торговый центр. Это, собственно, первая практика ревитализации завода Октава, на территории, в которой находится кластер, это красотаги торговый центр. И кто был в Москве на ярмарке Конькова или, может быть, на садоводе, ну вот какие-то такие вот элементы немножечко такого Шанхая, которые располагаются в заводском корпусе, они приносят замечательный доход. То есть это работающая схема, можно ничего не придумывать, к черту современное искусство, все креативные индустрии, пожалуйста, сдавай, делье на кусочки, сдавай поэлементно, и все будет хорошо. И, собственно, при этом ты можешь быть очень креативным человеком. Вот у меня сосед, владелец соседнего корпуса, аналогичный по площади примерно, он себя прекрасно чувствует. У него там и кальянная, и вейпы продаются, и сигвей, и все что угодно. Ну, то есть это работает. Так все, кто пришел за взглядом успеха, вы записываете там, как надо делать, по шагу объясняют вообще-то. Да, можно даже можно даже говорить, делать, не буду говорить, что, караоке, в конце концов. Вот, а тут задача была другая. Стоитли, октавы хотели сделать так, чтобы люди развивались, приходя в наше пространство. Я формулирую позиционерный кластер так, что мы меняем жизнь людей к лучшему за счет разных творческих практик. Это не супер доходная история, это вот это вот внедрение в человеческую голову, это не то, что тебя золотит, сто процентов. Но зато может косвенно дать кучу полезных эффектов как учредителю, так и городу, так и тем, кто к этому как-то причастен. Соответственно, в нашей, вот наша территория, можете посмотреть, такой, ну, довольно грустный серый завод делал 3 миллиона микрофонов ежемесячно. Сумасшедшая цифра, но у ваших родителей, дедушек, бабушек наверняка были диксковые телефоны и угольные микрофоны, которые там расположены, скорее всего, с вероятностью 90% были сделаны в Туле, на заводе «Октава». А сейчас там современное искусство, сейчас там вон Сабина Чагина рассказывает министру культуры о том, что у нас за выставка. Вот. Вот такие вот у нас станки. Наши везде. Да, наши люди. Поднимите руки. И станки с мультимедийными экранами тоже рассказывают историю, как вообще заводская территория трансформируется в постиндустриальные экономики. Хотя она сейчас не настолько уж постиндустриальная, пока, но мы показываем путь. Вот у нас, знаете, вот на предыдущем слайде снова вот видно, что немножко отличаются два здания. Вот в одном делают микрофоны, в другом работают креативные индустрии. И вот сейчас до сих пор на производстве микрофонов состоит атмосфера 70-х годов. Стены из зеленой кафельной плитки, женщины в халатах, которые что-то паяют, каждый на своем рабочем месте, это просто суперкрутая вещь. Короче, промышленный туризм это то, что точно совершенно стоит отдельного упоминания, и в случае с креативными кластерами тоже. И причем, я не уверен, что это прям тоже вас озолотит сильно, но расширит горизонты для людей, которые приезжают на 300%, потому что человек смотрит, и неужели вот так до сих пор происходит? Да, происходит на огромном количестве производств в нашей стране. Так бывает. Рядышком может быть современное искусство. Мультимедийные выставки, полупрозрачные экраны, проекции. Ты не хочешь рассказать, кто помогал делать вот эту прекрасную экспозицию? Между прочим, Дарья Женихова, один из преподавателей на направлении управления в активных индустриях, ивенты, экономика впечатлений. Сейчас учат детей вот здесь. Абсолютно, да. Передавайте Дарье большой привет и благодарны за то, что она оставила свой след в солнечной Туле. Пам-пам-пам. Выставки современного искусства про это уже сказали. Про аудиторию забавный момент, то, что вообще территория искусства это территория скорее такая, скорее женская, молодая, и если смотреть на публику, то у нас три четверти людей это девушки, три четверти людей до 35 лет, и три четверти людей это гости, приехавшие из других городов. В общем, если говорить про, да, в общем, если возвращаться к теме про деньги, то у нас проект редкий для креативных кластеров, и агентство стратегических инициатив со мной спорит каждый раз, что вы не кластер. Я говорю, мы кластер. у вас сколько процентов арендных площадей? Я говорю, ну процентов, наверное, 15-20, а все остальное это наши площади, и мы зарабатываем на том, что делаем вот эти проекты, но на входных билетах не заработаешь столько, сколько на кальянной, как мы выяснили только что. Поэтому кластеры бывают разные, модели бывают разные, и вот как бы это пока очень живая такая, живая структура, живая субстанция, и очень интересная. Поэтому вас всех призываю исследовать разные опыты, и в Москве Суперметар, Артлей, Винзавод и так далее, и поездить по регионам, в регионах много всего круто. Вот Сабин, тоже ты же делала в том числе проект Ивановский или нет? Когда помнишь в Иваново на вокзале делала там Миш-Мост, Рит-Арт. Нет, я просто там гостила. Ты просто гостила, да? Ты же тоже 100% работала с регионами, с каким-то региональным проектом, по имамоту. А вот, например, Мурал Дима Аске, который сейчас был на презентации, это наша работа была еще, когда мы были творческим объединением «Артмосфера», и мы создавали такой арт-квартал вокруг Октавы. И на самом деле там очень круто, я правда приглашаю в Тулу всех, кто не был. Это вообще крутейший город, и, кстати, в Октаве шикарная студия звукозаписи, если кто-то хочет записать трек, это хороший способ и возможность спеть в микрофон Октава. Вы очень много сказали про историю, про привязку какой-то там географической, бывшую идентичность, как завод по микрофонам, да, у вас же тоже очень такая территория серьезная, насыщенная. Да, я уже вижу в палате работник завода, все соответствует. Потрясающе. Как вы сейчас поддержите всю эту историю, свою личную, так сказать? Ну, вообще у нас, как сказать, в первую очередь мы имеем дело с памятником архитектуры, даже не столько с нашей идентичностью завода, сколько с тем наследием, которое нам досталось. и это XIX век, если вы бывали на винзаводе именно в подвалах, в общем-то, винзавод это вообще система подвалов, он полностью весь соединен, это виннохранилище, где определенная температура до сих пор плюс 12 градусов, и для нас очень непростая задача находиться в этом памятнике архитектуры, создавать там современное искусство, потому что мы являемся объектом наследия, и для нас это постоянно такой, скажем, челлендж, но при этом у нас проекты, они, как правило, современные проекты, говорящие о современности, они всегда как-то балансируют с этой историей, и эта история все равно оставляет свой отпечаток, и само пространство очень сильно диктует, особенно большое винохранилище, когда там проходят выставки, там вот была, если вы были выставкой Ресайкл или премия Зверева, оно очень диктует и архитектуру выставки, и экспозицию, мы там делали, кстати, третью биеннале атмосфера в 1918 году, и мы искали площадку, у нас была тема оффлайн, мы искали площадку, где не ловят, вот, и это вот как раз та самая площадка, 40 метров под землей, и, конечно, я считаю, что вот это историческое наследие, оно очень сильно подпитывает наше сообщество, и эта промышленная архитектура, она, конечно, идеально подходит для тех задач, которые перед нами стоят, и наши резиденты, галереи, у которых есть высота, 10 метров потолки, где можно классно экспонировать искусство, то есть, в общем-то, все так очень органично вписываются. А вы как зарабатываете на современном искусстве? Или зарабатываете? Ну, у нас есть основная это, конечно, площадка, которая изначально вот с момента своего становления собрала резидентов, это основные ведущие галереи, которые занимаются современным искусством, и на тот момент в 2006-2007 году у кого-то даже не было пространств, и сейчас на данный момент у нас находятся 13 галерей, это резиденты наши основные, и у них есть аренда, она может быть где-то льготная за счет того, что все-таки для нас галерея это, скажем, наш контент, да, то есть, мы раз в полтора месяца все галереи меняют экспозицию, и мы приглашаем на открытие всех этих выставок, вход у нас в связи с этим бесплатный, и в любой день вы можете прийти и посмотреть выставки во всех этих галереях, но кроме этого, у нас еще есть резиденты, которые, ну, скажем, составляют сервис винзавода, это и рестораны, и кафе, и много всего, и есть студии, там, например, Радуга Дизайн, наш такой большой резидент, какие-то резиденты платят аренду, за счет этой аренды вся эксплуатация площадки происходит, естественно, и все расходы, но все программы, которые я называла, они запускались как программы фонда Винзавод, и в основном благотворительные программы до сих пор проходят под патронатом фонда и организуются фондом, и мы продолжаем заниматься благотворительной деятельностью, так как Винзавод в этом году из фонда поддержки современного искусства, стал благотворительным фондом поддержки современного искусства, и все наши программы, которые сейчас делает фонд, они нацелены именно на благотворительность. Это очень здорово. Я поздравляю вас с таким новым статусом, надеюсь, скоро еще один новый статус у вас будет. Я, кстати, прокомментировала про креативные кластеры и про статусы. Я думаю, что, конечно, да, пора, наступил момент нам от статусов переходить уже к решению конкретных задач, что касается именно кластеров, и есть даже целый список того, что можно было бы сделать совместно с государством и субсидирование, и там какие-то, вот там, то, что Олег говорил, поддержка стартапов и многое что, чтобы кластер не был все-таки мертвой территорией, да, вот там с резидентами, которые там из последних сил платят аренду, понимаете, то есть кластер это место, ну вот, слава богу, у нас есть какие-то программы, где мы можем взращивать, да, там художников, кураторов, там, не знаю, галеристов, арт-рынок, ярмарки, но в целом кластер, мне кажется, существует для того, чтобы развивать, да, и взращивать, если уж мы говорим про креативные индустрии, то тогда вот представители креативных индустрий, им больше негде развиваться, то есть они выходят, вот даже там студенты, они выходят, заканчивают свою учебу и дальше их ждет карьера, и этот вот карьерный рост, пробовать свой продукт, создать свой продукт, это очень сложно, и мне кажется, что вот нужно переходить к каким-то программным решениям, в том числе по финансированию этих продуктов, этих, этой какой-то новой, что ли, стратегии, а то мы все называемся креативными кластерами, но, откровенно говоря, у нас даже программы нет единой, вот, такой, чтобы мы понимали, что мы по этой программе живем, есть вот, ну, я часто выступаю там для девелоперов про процентное искусство, и нам все говорят, вот, процентное искусство девелоперы должны платить процентное искусство, сейчас девелоперы не платят процентное искусство, ну, они, может, поддерживают современное искусство, они интересуются пабликартом, это уже неплохо, но это все очень урывочно, то есть нет единой художественной программы, обычно программа пишется хотя бы там на 5 лет, чтобы девелопер, у которого есть деньги, он не думал, он же не искусствовед, он не занимается искусством, он просто берет и делает по программе то, что вот уже прописано, то есть и для этого не нужно решение маркетинговых задач у девелоперов, нужно лишь просто вовлекаться в этот процесс, а художественную программу составляют эксперты, те, кто понимают, если говорить про городскую среду, то работают эксперты, которые понимают эту среду, они понимают, как внедрять искусство в эту среду, чтобы это не было вставным зубом, потому что очень часто что-то построят, там пустые площади, потом думают, как бы сюда воткнуть скульптуру, вот, ну вот, чтобы этого не было, программа и дальше уже, спасибо. Дим, у вас какие действия будут предприниматься по развитию, по каким правилам вы живете? Слушай, ну на самом деле очень понравилось то, что сказал Олег, то, что некие следующие, значит, следующая цель, это не просто там получение прибыли с аренды или продажи, что-то там с одной стороны как бы можно назвать целью бизнеса, но, как классно сказал Федор Овчинников из Дудо Пицца, что получение прибыли это обязанность бизнеса, а уже цель придумывает сам собственник. И мы, наверное, все-таки ввиду того, что нам очень важна концепция, вот, и, значит, отношение людей к нам, мы все-таки возможно сами того не создаваем, не создавая, пытаемся в будущем прийти к этому формату платформы. Именно поэтому мы привлекаем другие проекты на каких-то некоммерческих основах, сами инициируем, создаем какие-то образовательные, значит, сегменты среди наших резидентов. И одна из важных вещей, которая вот как раз подтверждает тот факт, что история с креативными индустриями и с креативом становится все более и более популярной, это, значит, взаимодействие с нашими соседями. Это, значит, Бауманка и это ЮНОС университет. Вот, потому что есть, значит, проект, уже, который длится полтора года, постройки новых курсов в Бауманке, это технологическая долина на Второй Бауманской, и, значит, у них концепция создания, значит, вот этого креативного центра на Явском кластере. То есть, и Артплей, и Виндзавод, и другие наши соседи, в том числе Электрозавод Будучий, тоже там указаны, и мы сейчас подписываем это соглашение, с какой целью. Они хотят за счет, значит, взаимодействия креативной сферы, технологичной сферы создать какие-то новые международные проекты, потому что все самое интересное появляется на стыке. Вот, и как раз, вот, мне кажется, нам надо активнее заниматься тем, что взаимодействуют между собой, как между нашими соседями в районах, так и между городами. Потому что есть, ну, правда, я слушаю коллег, я понимаю, я недавно в этой сфере, потому что я раньше занимался съемками, и я понимаю, что многие видят это уже немножко такой с точки зрения более высокой, и это интересно. Вот, поэтому коллегам большое спасибо за комментарий. Вот, и мне кажется, да, надо просто быть проактивнее и не стесняться и взаимодействовать с нашими соседями, с нашими, казалось бы, конкурентами, но по сути мы не конкурентами, мы партнеры, коллеги. Как раз-таки про то, про что мы вообще разговариваем в наших открытых лекциях про дружбу, про междоцеплинарность. Мы пустим видео, которое ты скажешь, ты только там мои книги уже не хочешь показывать, да? Презентация, Дим, наверное, тебя поразила так, что ты все, тоже не хочешь ничего демонстрировать там. Кто это не полностью приметали? Потусоваться, да? Вау. Вот это круто. Олег, ну ты как-то дашь комментарий по вот этой вот территориальности, соседей, как вообще действовать, когда ты находишься на какой-то определенной территории, влияет ли это на тебя, должен ли ты к этому привязываться? Блин, да что-то эти комментарии же, не, ну, жизнь-то штука такая, моя, я вот как скажу, не прокреативная, бабушка моя покойная, значит, прожившая там всякие грозные, там, выселение чеченов, там, вот это все, строила дачу, когда говорит, запомни, прежде чем купить дом, узнай, кто твои соседи, знаешь, такая тема, вот, я такой, типа, смеялись, ну, мне кажется, это какая-то очевидная вещь, даже не хочется какие-то пустые слова говорить, я бы сказал немножко даже про другое сейчас, что помимо городских, как бы, сред, есть же еще, страна-то большая, земли много, территорий много, и там вообще, как бы, как оно все, в принципе, было, так и есть, многое происходит, естественно, я бы сказал, что вообще, вот этой всей теме с развитием креативности очень много, конечно, дает природа, да, и все мы так или иначе стремимся на природу, и вот этот вот баланс в создании таких девелоперских ли проектов, креативных ли проектов, туристических ли, как бы, зон, да, или, в принципе, сейчас все увлеклись с созданием новых городов, вот, никто пока ничего не сделал, вот, но все бегают, как бы, создают города, вот, ну, по крайней мере, вот тут я, ну, не в этой аудитории, да, но вот в какой-то аудитории, значит, постарше уже, который какой-то опыт имеет, значит, все все время там создают какие-то города, я имею в виду не благоустройство там городское, да, или не развитие территории внутри города, а все сейчас, значит, очень, там, в Дубае, значит, народ строит города, там, многие наши товарищи в Российской Федерации, там, во Владивостоке, там, хотим построить город, потом что-то отменяется, там, спутник, да, значит, еще, я тоже в каких-то таких проектах участвую, но, хочется участвовать, и, в принципе, участвуем в проектах, которые, скажем так, реалистичны, вот, а не просто являются, как бы, на бумаге, или какой-то, какая-то история, которая замышляется, а потом она куда-то растворяется, вот, я бы сказал, что для всей, вообще, вот этих всех разговоров, еще очень важно вообще осознавать, что, если говорить про страну, то в ней очень много территорий, и, наверное, я бы говорил не только про городские территории, да, и даже не пример, там, Никол Ленифц, я сейчас хочу приводить пример, он, как бы, избитый, там уже, вот, ну, были, знают, все понимают, да, и где искусство стало территориально образующим принципом, и, как бы, и благодаря этому территория развивается, и какой-то идет трафик, и какие-то финансы, да, и какие-то новые волны, там развития и так далее, я бы вот хотел сказать о том, что, если говорить про такое соседство, то даже как в деревне, где все друг друга знают, а в городе, где все друг друга не знают, и поэтому, как бы, кластеры, это возможность друг друга ближе узнавать, цеховые или какие-то, да, там, площадки, да, профессиональные, какие-то площадки, образовательные площадки, музейные площадки, или территории, вот, условно, какой-то бывшей там, реновации промышленных, или каких-то, реновации городских территорий, я бы здесь какую-то еще важность, очень бы всем нам предложил подумать о том, что у нас очень много территорий, и когда ты живешь, не только в городе, да, но твоя естественная потребность бывает на природе, так сказать, создавать на природе что-то, вот там очень сильно проявляется это союзничество, содружество, дружба, именно на земле, да, и это очень, с одной стороны, ну, это очень сильная штука, вот, и с другой стороны, такая тоже штука очень, ну, надо к ней очень трепетно, осторожно относиться, потому что, как в любой деревне, да, так сказать, так, вот ты в городе можешь пройти, кого-то там водой облить, поехал дальше, да, и ты этого человека никогда не увидишь, да, попробуй ты в деревне, там, кого-то облить своего соседа, да, значит, ну, короче говоря, вот, и там как раз и рождается, на земле очень сильно рождается, вот, как бы чувство локтя, да, там, чувство какого-то содружества, я бы говорил бы о том, что, вот это вот, новые проекты развития территорий, девелоперские, так сказать, социальные, там, как социо-больше ориентированные, вот в них нужно очень много тех компетенций, которые сейчас накапливаются в городе, переносить туда, вообще, мне кажется, там, после сороковничка, кто-то, кто-то сказал, значит, про диск телефона, говорит, ну, вы там помните, нету ваших бабушек, дедушек, я такой, думаю, у меня, короче, в детстве был телефон, там, не знаю, в МГУ учились, и крутили телефон, я такой, теперь что, дедушка уже, вот, и, да, и вот эти все магнитики там выковыривали, и так далее, да, значит, со завода Октава, вот, я бы сказал про то, что, вообще, так сказать, после сорока, это, или там, после тридцати пяти, естественное состояние, человек хочет, так сказать, быть ближе к земле, так сказать, не знаю, там, построить свой дом, открыть свой проект, не в смысле, там, да, так сказать, закопаться там куда-то, да, вот, мне кажется, что вот то, что нарабатывается сейчас в городах, как вот это знание, да, это профессионализм, управленческий, там, производственный, продюсерский, да, очень важно нести его, как бы, за пределы городов, для девелоперов, это, условно говоря, строить там новые проекты, учитывая, как бы, социокультурную функцию, да, для, там, организаторов, кураторов, продюсеров, значит, этой деятельности в городах, очень важно находить свое место, мне кажется, и выходить за пределы городов, да, и вот этот вот обмен, как бы, между городской, негородской средой, он как раз, мозги на место всем ставят, да, все больше дружат, все больше взаимодействуют, ну, и, как бы, понятно, что происходит какой-то процесс, с обмена знанием, с обменом корнями, грубо говоря, да, вот, я бы еще просто вот, эту тему тоже как-то обозначил, что, когда мы про это говорим, мы говорим, все-таки должны говорить не только там про города, и про тусоваться на бывших промках, вот, а у нас, в общем, как бы, вроде большая страна, да, и, кто-то строит свою деревню, да, кто-то, так сказать, там, строит свой какой-то туристический кампус, кто-то там открывает очередной глэмпинг, там, вот, это тоже, как бы, очень важная питательная среда для того, чтобы и современное искусство приходило туда, да, в разных формах, вот, ну, такой, короче говоря, вот, просто вброс не только про город, чтобы мы не замыкались только понятием города, или там, промышленной бывшей территории, да, я хотел просто уточнить тот момент, связанный с территорией, и с какой-то новой мерой, скажем так, оценки креативных индустрий, креативных кластеров, вот, про то, что вы говорили, поскольку для меня этот вопрос немножко, ну, как бы, я немножко не понимаю, как это должно в будущем работать, поскольку есть ощущение, что если проект идет от развития территорий, тогда вот эта роль современного искусства, с которой мы начали, она, как бы, немного уходит куда-то в подполье, потому что у нас, ну, у меня, допустим, был пример, когда мы общались с прекрасными коллегами в другом городе, в России, когда она, я, я курирую программу арт-резиденции, и когда какой-то запрос про арт-резиденцию, и про возможные приезда художников, нам в отместку, ну, выдвигали список требований, что в городе нужно исправить, то есть, это очень здорово, что вы планируете, но вот у нас вот тут есть вот это, вот это и вот это, что мы бы хотели как-то реновировать, и вы можете предложить проект, исходя из вот этих пунктов, и в таком случае вот эти как бы меры восприятия современного искусства именно в креативной индустрии, ну, внутри креативных индустрий, они как бы начинают растворяться, потому что стается ощущение, что одно должно служить другому, и наоборот, и в таком случае критерии оценки тоже не очень понятны, и мне интересно, как это должно, ну, в идеале выйти на какую-то… Я вообще на самом деле вот про что хочу сказать, мне кажется, что если говорить про художников, и, наверное, тут коллеги, и там Сабина, и там и вы там, это больше, у меня хоть свой опыт там взаимодействия с художниками, да, разный, вот, но я, наверное, хотел сказать про другое, что мне кажется, что здесь, ну, как бы, сильный художник, он потому и сильный, что он не обслуживает там чьи-то интересы, там интересы там развития какой-то территории, или какого-то там городского заказа, а сильный он потому, что он, ну, куда-то следует своей, своей роли, да, своей, значит, паразигме, там своей мечте, там, да, ну, как бы своему самовыражению. Мне кажется, что вот удачно, когда получается коммуникационная среда между разными компетенциями, и тогда, как бы, и кластеры живут, и территории правильно поднимаются, когда есть такой 360, как бы, view, да, окей, и художник в этом, в этой роли занимает не 360, или какой-то там заказчик, управленец не занимает 360, да, а условно говоря, выстраивается какой-то баланс между управленческими функциями, художественными чисто функциями, какими-то идеологическими, да, так сказать, с которой с собой люди привносят, самовыражаясь, высказывая какую-то свою позицию, делая свой проект, там, или арт-объект, или еще что-то, да, выставку, вот, когда есть функции, событийные правильные функции, да, функции администрирующие, как бы, правильные, да, вот умение, собственно говоря, классные проекты все потому классные, про которые мы сейчас все говорим, или частью которых являемся, или, да, потому что, как бы, люди умели между собой договариваться, да, относительно какой-то общей, как бы, коллективной идеи или цели, да, она может быть очень, там, жестко коммерческая цель, да, она может быть, наоборот, там, некоммерческая цель, да, она может быть какая-то визионерская цель, или, наоборот, какая-то, ну, какая-то, ну, утилитарная, да, вещь, но мне кажется, что важно, вот, умение выстраивать вот эти сбалансированные команды, вот, Где, с одной стороны, и художественный взгляд, ну, в чем-то, можно сказать, какой-то радикальный, да, и в то же время какой-то взгляд бытовой тоже радикальный, да, когда вот кто-то приходит и говорит, ты мне давай здесь вот это сделай, да, а ты говоришь, не, я хочу, наоборот, вот как-то сам. Вот мне кажется, умение организаторов, а это приходит с опытом, выстраивать такие модели взаимоотношений внутри команды, собирать такую команду и продвигать ее, как бы, интересы, вот, ну, видя вот эту вот поляну, там, 360 градусов, да, не видя только из своего угла, там, художник из своего угла видит, да, там, администратор территории, да, там, или чиновник, я не знаю, да, или собственник, он из своего угла видит, да. Вот, мне кажется, фишка, почему мы таких вот продюсеров хотим учить, потому что их мало, хотя на самом деле, мне кажется, что людей, которые могли бы это делать, их просто дофига, вот, и вот Дима говорит, я пришел там, да, ты говоришь, я пришел из другого, как бы, бизнеса, да, тоже Дима, да, извини, вот, я запутался, точно два Дима или нет, вот, и, ну, как бы, люди-то приходят с управленческими компетенциями из других, по сути, ну, каких-то смежных отраслей, это круто, ну, невозможно, там, все время, только с нуля, там, 10-15 лет расти, 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 люди должны, как бы, ну, вот, диффузия должна происходить, да, окей, завтра, там, какие-то, там, чиновники становятся, там, так сказать, немножко, там, взрослеют, я не знаю, мудреют, да, и, там, переходят какие-то среды, более связанные с бизнесом, ну, как это вообще, в принципе, всегда, да, там, окей, ты, там, какой-то, я не знаю, там, чиновничьей работе работаешь, да, потом уходишь в какой-то бизнес, там, да, ну, в какой-то, если, какую-то идеальную, идеалистическую модель смотреть, да, Поэтому, мне кажется, что вот эта вот диффузия между отраслями, это и есть, как бы, вообще, суть креативной индустрии, мы как-то посидели с господами, значит, года, короткую, быструю, это расскажу, из администрации президента, там, два года назад, вот, и они говорят, слушай, Что вот, как бы, мы тут, короче, определились, что креативные индустрии будут управлять, значит, миром, через какое-то время, ну, там, лет через 50, я говорю, блин, нифига себе, я думал, там, ну, по моим подсчетам, как бы, раз в 10 быстрее все это должно произойти, они говорят, вот, ну, и что там обсуждали, где делать какие-то креативные новые кластеры, я говорю, давайте там в Сколково бахнем креативный кластер, я там живу просто сам еще, вот, я говорю, там же все есть, Ну, как бы, инфраструктура есть, не надо париться, создавать, там, еще новое здание одно строить, там, деньги вламывать, да, это же просто программа, вот, о чем сказал Сабина, да, это просто программа, они говорят, слушай, это все очень сложно, там очень много акторов, это вообще геморрой, там, как бы, это разные башни, я говорю, так в этом и прикол, то есть, ну, как бы, вот, что такое креативная индустрия, это просто вот умелое миксование, как бы, разных направлений, деятельности, связанных, ну, с достаточно высоким потенциалом, там, самовыражения творческого, да, ну, это вот, я возвращаюсь к началу вопроса, то есть, тут это такая дорога с двухсторонним движением, как бы, ну, не поедешь, не узнаешь, поэтому, а ехать можно только делая какие-то практические, практические проекты, я думаю, у этого всего очень большой потенциал, вот, но дорога тернистая. Будем надеяться, что мы дотянемся до звезды в итоге, сквозь терни, сквозь эти. Друзья, давайте по финальным комментариям и вопросы из зала. Даша, можно я развлеку людей примером про поле, про диффузию и про соседей? Очень интересно уже стало, давай. В общем, в Октаве мы сделали киноклуб, и мы показываем разное кино, в том числе документальное кино, в том числе про природу. Какой человек в России больше всех изучает природу? Конечно, Федор Конюхов, Федор Филиппович Конюхов, который проехал весь мир, проплыл, пролетел, в общем, всеми возможными способами исследовал все, что у нас происходит. Мы тут неожиданно выяснили, что он в Тульской области строит свою деревню. Мы с ним связались. Говорим, Федор Филиппович, можно к вам приехать? Вы нам и кино покажете, документальное про свои путешествия. В нашем киноклубе так поучаствуйте. И мы заодно посмотрим то, что вы делаете, потому что он реально строит деревню. Причем строит, в том числе, своими руками. К нему постоянно приезжают какие-то его фанаты, любители Федора Конюхова. То есть он такой реально полулегендарный персонаж. Ты едешь по дороге, потом полем-полем-полем. Оказываешься на деревне, там, ну, в деревне. Там центральная дорога, какие-то куча перекрестков улица, роли Амундсона улица, всех известных российских путешественников. Ты реально видишь Федор Конюхова, ты к нему подходишь, он тебе дает лопату, ты начинаешь там копать. Мы решили от Октавы посадить Алию Сосин. Так что там теперь есть Алия Сосин в честь киноклуба Октавы. И посмотрели у него кино. И помимо того, что он путешественник, оказалось, что он еще живописец. Живопись его мы пока показывать, наверное, не готовы. Но как минимум его как живого спикера мы хотим и обязательно будем использовать в те моменты, когда он будет в России, на земле и доступен. Потому что в 70-летнем возрасте он, конечно, в нереальной физической форме находится. И мы спрашивали, типа, Федор Филиппович, а вы как-то отдыхаете? Он такой, типа, я не напрягаюсь. Ну, то есть там, типа, 300 дней на лодке, это вообще не проблема для меня. Вот. И я к тому, что это наш сосед, во-первых. Во-вторых, это человек, который реально делает свою деревню, и здесь можно принести какой-то вклад. И третий момент, почему я про соединение точек, потому что мне кажется, что суть кластеров, кластеров, это система. То есть это не разрозненные какие-то отдельные элементы, это система, которая вместе работает лучше. И вот задача кластеров как раз находить такие какие-то интересные сочетания, благодаря которым, ну, появлялся, может появляться какой-то новый продукт. И вот если мы в эту сторону будем думать, в том числе клядя на своих соседей, Дима, правильно, респект абсолютно, нужно обязательно свое окружение оценивать, это большой-большой потенциал. Я думала, что на моменте, когда Конюхов протягивает ему лопату, там вот этот вот известный диалог, что есть два типа людей, а тот, кто копает, тот, кто держит оружие. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы было два типа людей, тот, кто задает вопросы, и те прекрасные пять, которые на них отвечают. Поэтому давайте вопросы из зала, мы передадим микрофон, я думаю. Только не моем, и какой-то странный. Так, меня слышно, да? Хочу, во-первых, поблагодарить, очень интересные ответы на очень интересные вопросы. И, собственно, перейдя сразу к вопросу, меня очень трогает тема регионального развития, да, кластеров. Меня очень воодушевил пример Тулы с октавой. Да, действительно, очень интересно. Но я бы хотела спросить про вообще возможность реализации подобных проектов в подобных масштабах, или, может, поменьше, в других регионах, может, чуть более дальних. Например, я сама из Сургута, и я всегда, когда приезжаю к себе в город, чувствую, что нет какого-то пространства, ну, вообще никакого, где бы молодежь могла себя как-то, ну, творчески реализовывать, как-то, может быть, что-то узнавать. Может быть, я идеалист и мечтатель, но мне кажется, что было бы здорово, если бы такая идея распространилась, ну, в чуть, может быть, крупные города, не самые маленькие, но, тем не менее, как-то по всей стране. Что вы думаете на этот счет? Возможно ли такое в других регионах? У меня есть ответ, да. Меня однажды поразило, я была куратором Якутской Бейнали, и в городе Якутск меня вот совершенно поразил проект такого местного инициатора, активиста, который открыл кластер в Якутске. Кластер представлял собой большой ангар складской. Как-то он смог сделать так, чтобы он отапливался, то есть у него там было тепло. И в этом кластере происходило что угодно, начиная от сборов и совместных настольных игр, заканчивая дискотекой на роликовых коньках. Вот. И у них даже, они сами вручную сделали такие трубы, по которым шло тепло, и можно было свои ролики поставить, там, в общем, сушиться. Ну, то есть таких очень много было фишек самодельных. Я к тому, что, мне кажется, нужно, если очень хочется, то есть очень много примеров каких-то самоорганизаций, каких-то инициатив. Ну, то есть не ждать, когда там кто-то вдруг разродится и что-то сделает, просто собрать команду активных людей и просто сделать это. Это вот пример еще, кстати, Железногорск. Если бывали, да, это вот кластер Цикорий, теперь уже Центр современного искусства Цикорий, который поддерживает музей «Гараж». Это вот просто на моих глазах появилась такая маленькая институция. Девушка Саша в помещении своего дедушки, в этом помещении находилась раньше пекарня, все переоборудовала, и там проводила три года подряд Железногорскую биеннале современного искусства. Вот. Мы когда приехали в Железногорск, мы просто даже не поверили, что такое возможно. Вот. Потом как-то так случилось, что получилось познакомить их с фондом искусства, наука и спорт, который вот организовал наш приезд, и дальше они пошли, пошли, пошли. И вот, по-моему, два года назад они участвовали в Космоскову как институция. Ну, то есть начинали просто вот с самых низов. Все, спасибо. Я хочу поддержать. То есть действительно в регионах эта тема суперпопулярна, потому что как в Туле, в центре города стоит заводская территория, так и регионы, регионообразующие предприятия тоже находятся часто где-то в лакомом месте. Я бы три примера привел. Первый вчера я был на заседании комиссии города Ульяновска, которая в самом центре города тоже на базе училища бывшего Суворовского хочет, если не ошибаюсь, сделать креативный кластер, разрабатывать концепции с очень серьезными архитектурными бюро. И кластер будет реализован. Я думаю, что это будет, ну, это будет жемчужинка, если им все удастся. Потом я общаюсь еще с городом Хабаровском, где тоже в центре города стоит какой завод? Правильно, реки Реводочный. Вот, на реке Амур будет очень красивый кластер. Надеюсь, что им хватит сил. Но бывают не очень удачные примеры. Например, в Владивостоке галерея, ну, и, по сути, креативный кластер Заря, он немножечко начал затухать без внимания инвестора-учредителя, потому что изначально он очень любил этот проект, он получился очень красивый и классный. Но потом, когда внимания и финансирование стало меньше, и бюджет стал прям драматически маленький, к сожалению, сейчас в пространстве достаточно мало событий. Он героически поддерживается теми, кто там работает. Там буквально штат состоит из полутора-двух людей. И для этого штата это просто пушка, что там происходит. Но, конечно, потенциал огромный. Ну и, например, в Самаре неожиданный кластер ребята делают на базе бара, где очень, по-моему, есть, не знаю, как это цех называется, или как-то еще. Очень классное пространство. В первую очередь оно коммерческое. Там можно выпивать и закусывать, играть в настольный теннис, рисовать на стенах и не только. И это коммерчески успешная история. И потихонечку, я думаю, что если они будут эту тему развивать, то она разрастет, с какими-то новыми смыслами перерастет. Поэтому примеров регионов уйма. За ними просто надо следить и вдохновляться. Спасибо вам большое. Хотела поблагодарить за данное мероприятие и дополнить немного вопрос. Вот я, допустим, лично хочу открыть арт-пространство в Калининграде, потому что там нету достойного арт-пространства. У меня уже есть проект, у меня есть задумка, у меня есть какая-то небольшая команда. Я понимаю, какие есть стандартные финмодели, искать инвесторов или обращаться в открытый фонд президентских грантов. Но хотела узнать, есть ли возможность предложить уже состоявшимся проектам, таким как ваш, поучаствовать в моем проекте? Может ли это быть, можно ли назвать это кросс-командность? И каким образом мне предоставить для вас информацию, чтобы вас это могло заинтересовать? Вы могли бы как-либо поучаствовать финансово? Или, может быть, именно командной? Командной? Есть такой прекрасный союз креативных кластеров, в котором, по-моему, состоят почти все. Да, присутствие, нет, не все, 80%. У союз креативных кластеров есть сайт, на котором можно прочитать очень много всего интересного и отправить заявку, насколько я помню, и договориться либо о консультации, либо получить какую-то еще помощь. Поэтому, ну, один из возможных вариантов – это обратиться в союз, который работает теперь как профессиональное сообщество, куда можно впоследствии еще и вступить, когда креативный кластер наберет обороты. Так что можно пойти туда. Я дам два направления, которые мне кажутся разумными. Первое – вы сначала сформулируете, что вам нужно, потому что если вам нужны деньги, то у вас должна быть… Ну, есть понятные правила фандрайзинга. Это очень сложно сейчас реализуется, но это реализуемо. На грантовые деньги или пойти к инвесторам. Тут нужно идти по правилам фандрайзинга. А если вам нужна консультационная поддержка, либо поддержка команды над тем, чтобы там поштормить, подумать над этим, то очень круто, что в креативных индустриях, будь то музейное сообщество, культурное сообщество, сообщество креативных кластеров, в принципе работают довольно открытые люди. И я не совру, если я скажу, что каждому из нас можно подойти, взять контакт, предложить, условно говоря, приехать к вам, посмотреть на то, что у вас происходит, и оказать консультационную поддержку. Потому что на самом деле это бывает бесценно. И от этого рождаются потом идеи, какие-то простые решения, такие быстрые победы, которые вас приблизят к успеху. Поэтому я думаю, что... То есть у меня была такая история, когда мне нужно было войти в музейное сообщество, я написал директору музея, одного из крупнейших современных музеев современного искусства, мы просто договорились выпить чай и кофе, и с тех пор дружим. Ну то есть как бы и я много советов хороших получил. Поэтому выберите деньги или мозги, и дальше по пути идите. Тяжело. А вы из Калининграда, да? Нет, я из Москвы. А нет, а вы говорили про Калининград? Да, я просто полюбила Калининград. Я вот... Я просто его полюбила, поэтому... Да-да-да, нет, там просто я практически очень... А вы такого Мишу Егошина не знаете? Мишу как еще? Егошина. Нет. Ну там вот есть всякие флаконовские ребята, которые в разных регионах там открывают небольшие пространства. Конкретно я знаю, что вот они взяли сейчас объект в Калининграде, называется он Гумбинин. Ну как бы я от этого крайне далек, просто на уровне информации. Есть ребята, которые этим занимаются, они в разных регионах, такие небольшие площадки, ну типа 500, 1000, 2000 квадратных метров, ну как раз вот что-то самоштабное, да? Они сейчас там такой проект открыли, он уже работает. Я бы просто вам конкретно рекомендовал бы с ними встретиться. Очень странно, я вроде все изучила. Да-да-да, с ними называется Гумбинин. Просто вот в интернете набрать и все увидите. Ну я могу дать контакт человеку, напишите ему, позвоните и встречайтесь. И на базе того, что они уже делают, 100% там условно какую-то небольшую площадку, небольшой проект или небольшое какое-то пространство, можно с ними затеять. И с этого начать, просто конкретно с этого там стартануть. Ну вот просто как пример. Спасибо. Потом там, по-моему, ну в Калининграде много кто-чего делает, может быть даже коллеги лучше, чем я, осведомлены. Там же много всяких, ну с учетом того, что там много старой классной немецкой архитектуры и так далее. Там же и ГЦСИ, по-моему, филиал там в Калининграде открывал, да? И есть он. Ну все никак не открывается. Ну в общем, как бы вот я думаю, что там, если это какой-то ближе путь прогосударственный, то вот идти надо там в калининградский ГЦСИ с ними. Если это какой-то совсем такой частный, прикольный, да, такой путь идти к таким проектам. И там еще масса проектов в Калининграде есть, которым я бы, ну, которым можно на нормальном смысле присоседиться, с ними стартануть, попробовать со своей там идеей, со своим проектом. Прям, я думаю, штук 5-10 проектов. В основном как бы созданными из Москвы ребятами, уехавшими туда или там в челночном режиме. Ну то есть это прям вот дофига. Именно в Калининграде. Спасибо. Да, здравствуйте. Я бы тоже хотела поблагодарить за сегодняшний паблик-ток и задать такой немножко, наверное, попросить совета, потому что мы сейчас с командой организуем оффлайн-мероприятия, где даем возможность, ну тоже, молодым ребятам рассказывать о себе и делиться какими-то навыками, то есть проводить мастер-классы. Это и, ну, это больше все-таки о контенте диджитал формата, то есть это рилс и подобное. Но мы не привязываемся ни к какому пространству. Стоит ли нам двигаться в этом направлении и, например, пытаться сотрудничать с кем-то, с каким-то пространством, или же все-таки, в принципе, это на данный момент может быть не так значимо? Слушайте, ну, а зачем вам привязываться к пространству? То есть, ну, если вам нужно какое-то постоянное место, чтобы создавать вокруг вот своей команды сообщество, то да, было бы классно, чтобы это было какое-то одно пространство и все бы его знали. С другой стороны, у вас, значит, основной скилл, вы занимаетесь созданием контента. Тут, наоборот, если у вас в рамках этих встреч вы что-то генерите, то, наоборот, интереснее будет пробовать разные форматы. Летом, там, на улице, в, значит, прохладное время года, опять же, у нас можно прийти что-то, постигать, на заводе, на какой-то выставке. То есть, надо понять, какие задачи у вас? То есть, мы, допустим, мы, значит, у нас, как раньше было, мы же хотели создать, значит, открытый open space для того, чтобы помимо, значит, офисов люди смогли приходить, работать, проводить время, вот. Из-за того, чтобы было огромное количество людей, которые снимали, значит, TikTok, контент, и не совсем уважительно относились к дизайн-коду, мы поставили турникеты. Но при этом нам всегда постоянно пишут огромное количество заявок на, типа, съемки. И у нас либо мы, значит, представляем пространство на коммерческой основе, если это коммерческие съемки, а если нам пишут какие-то ребята из образовательных проектов, из некоммерческих фондов, просто снимают какое-то творчество, которое им нравится, мы, допустим, с удовольствием пускаем бесплатно, представляем место, показываем, где можно поснимать. Главное, типа, пишите, не стесняйтесь, потому что все площадки достаточно открыты. Главное, просто расскажите, чем вы занимаетесь, что вы хотите, что вам нужно, и вам обязательно ответить. Хорошо, спасибо. Я бы, может, еще посоветовала пробоваться в какие-то разные резиденции, и там, может быть, расширять круг своего сообщества. Резиденции очень много, ну, если так, навскидку, например, в Иксе есть прекрасная резиденция. А как еще раз? В Иксе, в городе Викса, Нижегородская область, есть резиденция, есть, ну, вот, я не знаю, Заря работает как резиденция. Да, то есть просто посмотрите резиденции, мне кажется, это всегда интересно, ну, и там встретить новых, новых, скажем так, коллаборантов, с кем можно снимать какой-то совершенно, может быть, вообще неожиданный контент. Спасибо. Окей. Мне тоже кажется, что необязательно привязываться к пространству, тем более, что в последнее время даже резиденциальные программы, они довольно смело шагнули в онлайн-формат. И если вам интересно конкретно расширить, как бы, круги сообщества, в котором вы работаете, вы точно так же можете посмотреть разные диджитал-резиденции. И совсем вот недавно одна девушка-куратор, которая работала здесь, в России, она открыла диджитал-резиденцию «Химера». И, допустим, если вам интересно двигаться в этом направлении, то вы можете посмотреть, что она тоже делает. И поучаствовать в «Опенколе», которые там доступны. Плюс к открытости вот этой среды, поскольку вся эта история с метаверсис и, в принципе, там, не знаю, с концепцией «Веб-3», они позволяют работать и интегрировать совершенно разные форматы. Поэтому вам не обязательно будет подстраиваться под какие-то там существующие площадки, а можно будет посмотреть, как расширять собственную практику в зависимости от вот этой вот онлайн-вселенной, в которую вы войдете. Хорошо, поняла. Спасибо большое. Так, друзья, еще вопросы. Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. У меня, наверное, вопрос с точки зрения потребителя. Я выпускница в «Шейддизайне» этого года, я занималась дипломным проектом. Это такой дайджест по арт-кластерам. Я увидела, что есть такая проблема пользователей, что меня часто спрашивают, ты на винзаводе, почему ты снова на заводе, что это вообще такое. И мне было интересно, чтобы была такая информация в массах, не только среди творческой аудитории, а именно в массах, чтобы люди понимали, что винзавод — это не завод какой-то продукции. И, да, реально, я вам честно говорю, такие вопросы есть. Я бурно вела TikTok, и очень много было вопросов, что за завод такой. Это дико странно, я знаю. Вот, и у меня такой, наверное, два вопроса в одном. Мне дико было приятно, когда сказали об истории мест, что вы это продвигаете. Я знаю, вот на винзаводе есть экскурсии, есть история места. В Octavia тоже я услышала, что вам это ценно. И для меня это тоже ценно. Когда я работала над проектом, я изучала историю всех арт-пространств в Москве. Вот, и через приложение я хотела, чтобы люди узнавали в целом, как из завода получился тот арт-кластер, который есть сейчас. Я считаю, что это довольно ценно, чтобы это вносить людям, чтобы люди просвещались, обогащались. И сходу вопрос, насколько ли на самом деле нужен продукт просвещения людей о ваших пространствах. Может ли мое приложение как-то выйти в реальную жизнь? Может быть, его можно как-то расширить? Может быть, у вас есть какие-то такие проекты, о которых вы думали, что-то схожее с тем, чтобы люди больше узнавали о вас не только через сайты, но и, возможно, какое-то пространство, объединение всех вот этих вот кластеров для людей, которые в этом заинтересованы. Слушай, просто скиньте нам свое исследование, пожалуйста. Слушай, у нас просто ввиду того, что у нас такая небольшая куларность, потому что мы не общественное пространство по большей степени суперметалла, а креативный бизнес-парк, нас также атакуют ребята, которые хотят попасть внутрь и узнать вот эту историю. Но у нас есть потрясающий резидент «Москва глазами инженеров», который, значит, Орад Бугудинов, который уже много лет проводит экскурсии не только по Москве, но по другим наградам тоже, уже в Армению, по-моему, открыл подразделение. Помимо него, к нам сейчас еще другие ребята. И вот когда я ходил с ними на экскурсии, сам послушать, я был в таком диком восторге, потому что вот их экскурсоводы, у них такой просто нереальный объем знаний практически про все промышленные предприятия, про это «Ржавое кольцо Москвы». Не знаю, такие тонкости, и круто было бы, если бы вот это все как-то отцифровать. Спасибо за намек. Показать, да, свою работу, потому что просто интересно посмотреть, что это за приложение. И если мы каким-то образом сможем дальше продолжить, что-то делать в этом направлении, мне кажется, здорово, что вот такая инициатива. Кстати, в тему союза картинных кластеров, мне кажется. Если мы говорим про какое-то объединение, объединение на какой-то цифровой площадке, это было бы мега логично. Пришлите, Дарья. Да, на почту галереи школы дизайна, пожалуйста, отправляйте мне все. А Даша поширит. Да, я всем все отправлю. Но вообще-то на самом деле у нас есть, ну, понятно, что студенческие проекты, студенческие проекты, но школа дизайна сейчас готовит новую платформу, которая называется Креативный город. Не знаю, может, Олег, ты хочешь что-нибудь сказать про это? Мне просто сказали, что надо рассказывать всем. Новая платформа. Тогда я расскажу. В общем, Креативный город, так как здесь обитают просто самые потрясающие, я сейчас не вру, я искренне это говорю, дизайнеры вот в этих вот стенах, они вместе с руководством школы дизайна, вместе, возможно, с нашими студентами в креативных индустриях хотят создать некую платформу, как карта города, может быть, даже шире России, может быть, даже еще шире всего мира, где могут объединяться в стандартных каких-то лендингах разные креативные кластеры, креативные точки, галереи частные, или, например, вот ваши прекрасные места и Тулу мы тоже обязательно отцепруем, если они захотят. Да, и, собственно, Креативный город это как раз таки о том, чтобы создать некий архив, некую такую общую карту, на которой мы будем все вместе. И если ты приближаешь, нажимаешь, переходишь на ровно ваш профайл, то там можно увидеть все те проекты, которыми вы занимаетесь, и послушать, и посмотреть, и все что угодно. И все это лендинги, которые сделаны в одном стиле, то есть это такая огромная база данных. И не знаю, насколько мы сейчас будем быстро двигаться к этой цели, но если у арт-кластеров будет такой интерес, и если вот такие потрясающие проекты, как ваш, можно интегрировать, помогать, разрабатывать, там, не знаю, операции или сотрудничать, это было бы очень классно, потому что, правда, хочется иметь перед глазами какую-то карту, на которой мы будем все вместе, и будет видно, как мы взаимодействуем между собой. Обязательно. Если у вас есть товарищи, не найдем, все найдется. Как говорит руководитель нашей школы дизайна Арсений Владимирович Мещеряков, зачем я нанял целую команду программистов, это не дешево стоит, поэтому мы сейчас идем к тому, чтобы действительно вся креативная идея воплощать вот в какие-то продукты, которые могут про всех нас рассказать, и рассказать красиво и стильно, что самое главное. Друзья, еще вопросы? Да, можно, пожалуйста, микрофончик к нам поближе? В портер, пожалуйста, микрофон. Спасибо за лекцию. Мой вопрос касается того, что вообще креативный кластер сейчас в условиях веб-3.0, децентрализации, цифровизации может предоставить диджиталу, потому что креативный кластер это все-таки что-то физическое. Вот вы говорили про проект, который сейчас делают студенты, и то есть это же на данный момент вот вопрос про инженеров. Инженеров нет. На данный момент возможно сделать только какой-то статический срез. А если мы делаем что-то, что будет обновляться с реальным креативным кластером нога в ногу, на данный момент это очень сложный вопрос. И то есть что креативный кластер как физическое пространство может предложить интернету? Вот как раз возвращаемся к вопросу нашей коммуникации с МГУТу имени Баумана. Почему это интересно? Почему очень крутые проекты появляются на стыке? Потому что у них есть такое прекрасное подразделение как инженерный центр роботизации автоматизации. У ребят просто безумное количество суперкрутого оборудования в том числе для сферы мультимедиа. Мы сейчас обсуждаем совместный проект и вот смотрите как классно закрутилось то есть новые корпуса Бауманки и которые они планируют делать открытыми. У них там интегрирован кампус компании ВК. Мы в свою очередь в течение месяца уже ведем переговоры с департаментом образования ВК о создании на суперметалле в нашем лобби отдельного пространства с экранами с мощными компаниями с рендерфермами с интерфейсом для генеративного искусства в рамках которого мы в модном пространстве будем вместе с нашими резидентами и сторонними компаниями с которыми мы тоже знакомы несмотря на то что мы с ними не коммуницируем как с арендаторами мы будем создавать активную субъективную программу и подтягивать отсюда инженеров из Бауманки для того чтобы допустим выходом предприятия делать тесты с оборудованием по захвату движения. Вот у нас получилась коллаборация креативного кластера к модному месту коллаборация ребят из сферы диджитала и коллаборация ребят из сферы технологий которые как раз являются инженерами. То есть мы по крайней мере видим что это один из тех сегментов с которым нам очень будет интересно взаимодействовать. То есть у нас это диджитал второй это мультимедиа и третий это сфера съемок и фэшн. Вот на происходстве я уже сказал что у нас местечка пока не хватает. Мне просто кажется что креативные кластеры оно же все-таки какое-то монолитное что-то что как бы может выйти в интернет и оно не может оно уже как бы там потому что это некоторый набор резидентов которые в любом случае так или иначе присутствуют в сети что-то делают не знаю продают показывают проекты как-то не знаю интегрируются по-другому поэтому они в любом случае там уже присутствуют единственное что если необходимость прямо полностью выдвигать как бы площадку и давать ей какое-то диджитал тело это остается на усмотрение но с другой стороны благодаря пандемийному опыту практически ну не практически ладно большинства креативных площадок все-таки появились какие-то площадки репрезентации проектов художников выставочных залов не знаю еще чего-то вот там оно уже там существует это то над чем работали все это время и это сейчас будет только развиваться и допустим вот у нас есть программа резиденции для зарубежных художников на фабрике которая сейчас как вы понимаете немного хромает поэтому вся наша программа художественных резиденций перешла на площадку ITXR то есть мы полностью сделали резиденцию в диджитал формате и мы работаем с художниками примерно так же как мы делали это раньше только в онлайн среде и это что-то что как бы разными этапами и разными шагами будет развиваться и в ближайшем будущем очевидно вообще конечно дико интересно учитывая что пока на мой взгляд мы пока так и не создали внятный рынок креативных кластеров физических как они будут развиваться в метаверсе то есть можно ли сделать полностью виртуальный креативный кластер это было прям очень круто надо думать на будущее просто уже заранее потому что мир слишком быстро идет нам нужно пережать его как-то пытаться да потому что мне кажется сейчас креативные кластеры пока это точки на карте в первую очередь и они в своем развитии цифровом проигрывают медиа-компаниям цифровым компаниям порталом которые где-то целые отделы созданы на создание именно цифрового контента кластеры в первую очередь создают оффлайн-контент и привлекают к себе трафик людей и вынуждены искусственно оцифровывать этот контент то есть это грубо говоря отображение цифровое отображение реального физического контента а вот если создавать это в цифровом формате изначально, это было бы прям любопытно. Я бы, наверное, добавила, что мне скорее близка стратегия Fidgetal, то есть мы, правда, такой физический объект, который может соединять человека с виртуальной реальностью. Мне кажется, сейчас может быть такая нехватка программного обеспечения, оборудования и вообще сетапов для создания тех или иных цифровых продуктов и то, что, наверное, мог бы делать кластер, это организация таких каворкингов, где художники цифровые и не только могут пробовать, экспериментировать, имея сетап, имея все оборудование необходимое и дорогущее программное обеспечение. Вот это, наверное, можно было бы об этом подумать и такое как бы создать что-то типа лабораторного формата, то есть те же мастерские, но с использованием технологий. Будем к этому идти дружно, не без помощи вот молодых, амбициозных дизайнеров, управленцев. Друзья, есть еще какие-то вопросы или на этой прекрасной ноте можем подводить итоги? Все, спасибо большое уже. Спасибо вам, что вы пришли, вы очень благодарны, Повлика, и это замечательно просто, что таких серьезных людей, с одной стороны, с другой стороны, людей, которые всегда на креативе, на максимальном, на позитиве и бешеном количестве идей двигают вообще наш мир и художественный, и креативный, и технологичный, и управленческий. Видеть вас здесь это честь огромная для меня, как для того, кто вас пригласил, я думаю, что для всех, кто вас слушал. Я надеюсь, что еще увидимся или что-нибудь сделаем вместе. Друзья, спасибо еще раз большое, что пришли. Мы ждем вас, напоминаю, сейчас скажу, какого там числа, 30 ноября в 19.00 на лекции искусства нейросети и глазами зрителя. А я до 14 декабря жду вас в ХСЕ Art Gallery, директором которой я являюсь, это буквально вниз, и чуть-чуть дальше пройти. Вас охранцы ориентируют. У меня идет потрясающая выставка про идентичность, как раз-таки тоже немножко и про территориальность и про разные вещи, про которые мы сегодня говорили. Так что приходите, пожалуйста, и до новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok